Сегодня мы начинаем проходить мою голливудскую историю в клубе романтики. И хотя с самим клубом романтики я знаком по стримам, про голливудскую историю я специально не знаю ничего. Так что, надеюсь, в комментах не будет спойлеров, давайте окунемся туда изо всех сил. Если что, ссылка и на стримы, и на их записи, и на то, как получить бесконечные алмазы в игре, на все ссылки есть в описании. Давай играть! Мечтающая об актерской карьере девушка приезжает в Голливуд. Здесь начинается ее путь к успеху и славе. Вот-вот начнется ваша история, но сначала выберите то, как вы хотите выглядеть. Интересно, я смогу также менять свой внешний вид прям по ходу истории? Давай попробуем выбрать то, к чему игра может быть наименее готова. Потому что в Королеве за 30 дней авторы явно не предполагали, что мы будем играть за темнокожую девушку. Ура! Рабство временно отложено! Господи, нет! Слушай, а тут классный выбор причесок. Окей, начнем с такой. К сожалению, нельзя поменять одежду и пока нельзя повесить украшения. Ничего, я так понимаю, по ходу истории у нас будет их больше. Нужно нас как-то назвать. Как-то, чтобы все нас хотели. Шаурма. Отлично. Я выгляжу хорошо, но хочу посмотреть дополнительные наряды. Может, здесь будет что-то за алмазы. Есть! Есть! Это оно! Платье с корсетом? Нет! Вот это? Да! С прической делаем то же самое. Оу май! Шаурма готова! Выглядит великолепно! Начинаем историю. Глава первая. Редкая удача. Аплодисменты. Яркий свет. Вспышки фотоаппаратов. На секунду ослепляют вас. Вы на сцене. На вас смотрят с восхищением. Смотрят миллионы глаз. А из-за кулис выходит тот, в кого вы влюблены с детства. Попахивает фантазиями. Николас Бёрд! Я счастлив, что именно мне выпала честь вручить вам эту награду. Золотой Адам? Мне? А разве есть другая шаурма? Сырная? Говорят, она получше. Но ладно. Оу. Таких актрис, как вы, во всем мире больше нет. Спасибо. Николас отходит, чтобы взять статуэтку. Подожди, это моя. Я буду драться. Боже, она прекрасна. Отдай мне. Хотя, что-то не так. Мне кажется, вышла ошибка. Золотой Адам не ваш. Он хватает статуэтку и говорит, моя прелесть. И скрывается за кулисами. Выбор, который вы сейчас сделаете, изменить ход истории. Вот так сразу? Окей. Одни выборы меняют сюжет незначительно. Другие ведут к большим изменениям. Что ж. Нет-нет, золотой Адам мой. Я его заслужила. Мы не начали пока историю, но отчетливо и ясно понятно, что мы его заслужили. Но это не честно. Можно мне его хотя бы поддержать? Мы точно про золотого Адама говорим. Мы же в Голливуде. Земли порока. Однозначно. Это мой золотой Адам. Я его заслужила. Не уверен. Отдайте награду. Так, она у тебя в руках вообще-то. Но я столько работала. У вас даже нет актерского образования. О, да. Все мы знаем. Самая важная вещь для любого актера – диплом. Вы тянетесь за статуэткой, но Николас преграждает вам путь. Вы отталкиваете его. Вдруг шикарную сцену зрителей и золотую статуэтку затягивает туман. Вы просыпаетесь. Я же говорил. Это всего лишь наши важные фантазии. На что повлияет этот выбор – не очень понятно. Опа, нуки. Эй, полегче. Прекратите меня бить. Черт. Мы только начали. У нас уже жадность, Голливуд, избиение женщин, прекрасная шаурма. Упс, простите. Мне приснился сон. Надеюсь, это были монстры и вы их замочили. Не совсем. Это был парень моей мечты. Ха, чем дольше живу в Голливуде, тем меньше удивляюсь. Тут каждый второй фрик, говорит дама с необычной внешностью. Да, эти фрики. Я вообще-то не местная, только приехала. Дай угадаю. Мечтаешь сниматься в кино? Ага. А вы актриса? Еще этого не хватало. Я помощница режиссера. Это всего лишь меняет место в очереди к члену режиссера. И все. Актриса, помощница, какая разница? Ого, круто. Вы, наверное, видели много звезд. Типа того. Но давай на «ты». Я Бин. Окей. Меня зовут Шаурма. Я бы на твоем месте поработал над сценическим псевдонимом. Это идеальное имя? Какой пс... Нет. Нет. Не заставляйте меня менять его. А, фух. За окном показались пальмы и вывески дорогих магазинов. Почти приехали. Если ищешь работу, аллея славы, то, что тебе нужно. Здесь много киностудий? Хм. Дай подумать. В месте, в котором снимают почти все кино на планете, должно быть достаточно. Нет. Здесь полно кафе и ресторанов. Начинать нужно с малого. Да, классический Голливуд, где все актеры работают в ресторанах и кафе. Это, кстати, не шутка. Потому что там действительно их много. И каждая официантка талантливее другой. Голливуд жесток. Автобус тормозит, и вы оказываетесь на залитой солнцем улице. Посреди впечатанных в тротуар золотых звезд. И там настоящие кинозвезды, просто впечатанные в землю недовольными фанатами. У-у-у, настоящий Голливуд. Ну все, пока. Быстро же ты нас кинула. Я говорил, что Голливуд жесток, но не настолько же. Погоди, подскажи, где проходят кастинги? Ну, смотря какие кастинги тебя интересуют, дорогуша. То есть, может как-нибудь выпьем кофе? О, вот так можно сразу ветку романтики гнуть. На всякий случай, я не буду проходить, выполняя определенную цель. Я, опять же, ничего не знаю про историю. Я всего лишь пытаюсь действовать так, как подходит персонажу в ситуации. И как было бы адекватнее всего. Кто на стримах по Королеве за 30 дней был, понимают, о чем я говорю. А если не понимаешь, то ссылка на записи первого сезона есть в описании или по QR-коду. А второй и третий сезоны проходят в лайве, открыто. На Твиче стримы абсолютно открыты. Так что забегай. Будем проходить и Королеву за 30 дней дальше. Ну, а сейчас здесь в виде видосов у нас моя голливудская история. Ну, слушай, мы же приехали в Голливуд не просто так? Или нет? Туда можно через постель попасть. Так что как-нибудь выпьем. Знаешь что? Мы можем выпить кофе и попасть в фильм через помощницу режиссера. Хотя, это же место обмана. Так что, может, она нам наврала? Нет. Где проходят кастинги? Сначала мы постараемся нормально. Ха, да везде. А она не хочет нормально. Ах ты, даже в кафе и ресторанах? Подловила. Короче, открываешь телефонный справочник, находишь киностудии и звонишь по списку. Мне кажется, с моей удачливости я просто нашел телефонный номер, который был бы телефонным номером изготовителя этого справочника. Алло, здрасте, у вас здесь кастинги проходят? Нет? Почему? Спасибо. Сегодня же начну. Да. И поколдуй над своим имиджем. Алло, у меня самые дорогие прическа и наряд. За алмазы. Бесконечные алмазы и уроки. Спасибо. Вы можете сменить одежду и прическу в любое время. Вау! Вот это очень хорошо. То есть я прям посреди диалога могу менять свой внешний вид. О, Голливуду это понравится. Можно сэкономить на массовке или на актерах. Я могу быть исполнителем лица всех ролей в фильме. По-моему, офигительно. Вы идете по аллее с одной Л почему-то, любуясь на заветные буквы над холмами и натыкаетесь на человека. А-а-а-а. Входим мы в него. Осторожнее, Николас Бёрд говорит нам. Здесь он немного более бомжеватого вида и какой-то поношенный. Ну, ладно. Простите. О, вы Николас Бёрд? Это и правда вы? Я вас обожаю. Я видела все фильмы с вашим участием. Я вообще-то порноактер. То есть... Обалдеть! Я впервые в Голливуде не успела пройти полметра и встретила вас. Значит, туристка. Нет-нет, я актриса. И где же вы снимались? Отличный вопрос. Пока нигде. Но я только начинаю. Как и абсолютно каждый человек в этом гребаном городе. Николас, дайте совет начинающей актрисе. Да, потому что автограф или фотографироваться со мной. Не будем его доставать. Он, очевидно, не в том настроении. А вот давать советы... О, я уверен, он готов к бесплатной лекции. Дайте совет. Хм... Дайте-ка подумать. Что-то, что будет меня вести. Собака-поводырь. Просто кидает в нее собакой. Ладно. Боюсь, для этого недостаточно слов. Начинает медленно раздеваться. Я не понимаю. О, да, все идет по нужному нарративу. Слова это всего лишь звук. Силу дают эмоции. Ты должна чувствовать эту жизнь и с жадностью ловить каждый ее миг. О, голливудский актер учит нас жадности. Мы попали куда надо. Три точки, говорит Шаурма. Дай мне свою руку. Ха-ха-ха. Он же посадит нас на героин сразу. Нет, не давай ему руку, дурно. Нет. И Николас, не дождавшись, сам берет вашу ладонь в свою руку. По руке пробегают мурашки. О, да. Классическая, как ее Мэри Сью кажется. Героиня, которой все потакают. Героиня максимально плоская, максимально все за нее. Да, конечно. Ведь суперзвезда, с которой вы столкнетесь на Аллее Славы, тут же начнет раздавать вам советы и с радостью будет брать вас за руки. Так оно и работает. Чувствуешь ток? Он, похоже, так устал от туристов, что просто купил себе этот тезер электрический. Вместо того, чтобы ссориться с кем-то берет за руки и бьет электрошокером. Чувствуешь ток? Да, кажется, что-то есть. Это твой потенциал. Твой внутренний огонь. Поддерживай его. Да, но это всего лишь электрошокер. Мужчина не дал вам договорить. Приблизился. Обнял за талию. И проговорил, глядя прямо в глаза. Никто тебе не поверит. Нет. Ты прекрасна. Помни об этом. Вот так сразу? Че-то мне не говорили, что в Голливуде будет так легко. Я бы хотел подарить тебе поция. Бе-е-е. Поция. Что тут происходит? Противная тетка вмешивается в разговор. Ой. Кто это? Совсем совесть потерял средь бела дня посреди улицы. Это же это. Крамбл Ботом. Это ваша жена? Да? Что? Нет. Вы все такие. Стоит только отвернуться. Простите. Я больше не буду. Это агент его, наверное, или что-то типа того. Менеджер. А ты чего уставилась? Либо плати, либо проваливай. Нет. Я говорил, что Николас берет какого-то бомжеватого вида. На то, что он тело свое продает. И это, видимо, сутенер. Это было неожиданно. Да как вы смеете? Николас, ответьте ей. Извини. Не могу. В смысле? Вы звезда. Вы можете все. Звезда. Хорошая шутка. А ну давай за работу, красавчик. Да-да. Иду. Ничего не понимаю. Добро пожаловать в Голливуд. Простите, девушка. Но я не Николас Берт. Я всего лишь его копия. Ха-ха-ха-ха-ха. Черт. Напомнила тех армян, которые на чемпионате мира притвалились аргентинцами и снимали толпы женщин. Ах, это косплей, детка. Ах, это косплей, детка. Ха-ха-ха. Очень обидно. Я так мечтала с вами познакомиться. Но у тебя неплохо получается. Точно. Начнем завоевывать союзников. Вот так сразу. Спасибо. Спасибо, что оценила, что я всего лишь копия другого человека. Да. Держи два бакса. Надеюсь, когда-нибудь их у тебя будет гораздо больше. Больше. Ладно. Ну все. Хватит телячьих нежностей. Работать пора. Я пойду. Удачи тебе. То есть этот мужик продает внешность другого актера. Классно. Вы разворачиваетесь и быстрыми шагами направляетесь в город своей мечты. Подожди. Я думал, она уже... Ну ладно. Видимо, это какой-то другой город. Она так быстро разочаровалась, что у меня новый город мечты. И просто из Лошандриса сразу куда-нибудь в Юту. Подальше. В горы. Всего этого ужаса. Стой. Погоди. Ну что еще? Вот. Держи. И бьет ее по голове. Ладно, нет. Молодой человек протягивает вам визитку кричащих цветов. Визитка. Она черно-белая. Не то, чтобы это кричащие особо цвета на самом деле. Ну ладно. Здесь телефон одной студии. Там сейчас набирают актеров для массовки. Я вообще-то не в массовке переехал сниматься. Да. Сразу в главной роли максимально прибыльного блокбастера. Ах, наивность. Потрясающе. Но с чего-то же надо начинать. Вот. Даже у него есть зачатки разума. Хотя он всего лишь копия другого человека. Ладно. Давай. Позвони прямо сейчас. Иначе будет поздно. Спасибо. И не пытайся никого пародировать. Будь собой. От кого я это слышу? Из-за угла выглядывает противная тетка. И парень быстро ретируется. А вы, недолго думаете, набираете номер. Ох, что же там? Пиццерия? Нет. Студия Тодд Пикчерс. Тодд Дайп 5. Лучшие фильмы у нас. Здравствуйте. Я бы хотел записаться на кастинг. Поконкретнее, пожалуйста. Какой фильм? Кто режиссер? Я не читаю ваши мысли. Я не знаю. До свидания. Некоторые выборы увеличивают значение, ну, видимо, актерской игры. А, драмы. Тут пояснение есть. Извиняюсь, надо сначала все прочитать. Драмы или романтики. Выбирайте то, что подходит именно вам. Дальше эти значения повлияют на сюжет. На всякий случай, еще раз повторю, что я не пытаюсь идти конкретным путем. Типа через драму или через романтику. Мы будем действовать по истории и посмотрим, что получится. Стойте. Если вы бросите трубку, я вам уру. Это классика. Поговорите со мной. У вас такой приятный голос. Вот. Мы в Голливуде. Надо врать. Надо льстить. Нужно действовать через это. Поговорите со мной. У вас такой приятный голос. Она отвечает. Правда? О, да. Я готова слушать вас вечно. Спасибо, конечно. Но продолжайте. Просто говорите что-нибудь. Что? Расскажите о себе. О своей работе. О кастингах. Человек работает, видимо, для души. Забесплатно. Знаете. Я не знаю, что говорить. Офигеть. Мы победили человека, у которого есть скрипт. Вот. О такой суперспособности я мечтаю. Знаете, мошенники иногда звонят. Ужас. А давайте я приеду и запишу вас голос на диктофон. И она такая. Спасибо. Ведь ни у кого здесь нет диктофона. Я же всего лишь нахожусь в киностудии. Откуда здесь микрофоны, да? Ну ладно. Она, видимо, не очень умная. У меня есть знакомый режиссер. Он может предложить вам роль. Ну, отлично. Уже через вранье. Я не актриса. Не ври. С таким-то голосом. И не в этом городе. Ну, хорошо. Я бы попробовала. Куда приезжать? Записывайте адрес. Вы положили трубку. Не дождавшись адреса. Мы только развели ее на какой-то контакт. И она такая. Ладно. Хорошо. Записывайте адрес. Алло. Алло. Вы положили трубку и стали ждать автобус. Он подъехал через пару минут. И вы отправились на первые в своей жизни съемки. А режиссер-то знает, что он кого-то снимает вообще? Что происходит? Никто не говорил, что Голливуд такой простой. Я беру билеты, пожалуй. После съемки. У входа в студию вас охватила паника. И вы забыли спросить у администратора, где именно проходит кастинг. После долгих блужданий по длинным коридорам вы все-таки наткнулись на павильон. Посторонним сюда нельзя, говорит актриса. Да, знаю. Я пришла на кастинг. И мы сейчас можем продемонстрировать ей, что мы можем что угодно. Мы взяли и скопировали ее внешность. Вот какой она была? Она была примерно, кажется, обычный европейский тип лица, дедового волоса, платье с короткой. Ну вот платье подходит. Мы просто прямо перед ней сейчас возьмем ее внешний вид. Как она выглядит? Ладно, я точно не помню. Пока выберу какие-нибудь просто темные волосы такого плана. Бум! Я заменю тебя, сучара. Да, знаю. Я пришла на кастинг. Как ты выглядишь? Так это вы! Ха! Так я это теперь ты! Сейчас, подождите, одну секунду. Я поменяю ее волосы. И это должно быть восхитительно. У нее такие короткие, вьющиеся. Я думаю, что нам подойдет что-то... Допустим, вот такого плана. Ха! Я вместо тебя, но я моложе и красивее. Посмотри на себя. Фу! Я б тебя никуда не взял. А посмотри на меня. Что вы имеете в виду? Я думала, вы рыжая. А! Так... Любой каприз, деточка. Любой каприз. За одну секунду. Я рыжая. Так и есть. Ха-ха-ха! Я думала, вы рыжая. Все? Роль моя получается? Эээ... Джессика, с кем ты там болтаешь? Говорит нам режиссер. Почему они всегда так изображаются? Они не так выглядят. Режиссеры выглядят. Хотя я тоже сижу в шляпе. Ну ладно. Ууу! Ну слава богу, вы здесь! Позвольте представиться. Микаэль Андерс к вашим услугам. А я... Я знаю, кто вы, милочка. И я вас жду вот уже полчаса. Мы все вас ждем! Но я... Никаких но! Быстро переодевайтесь и выходите на площадку! Мы теряем время! Я могу вам помочь. Будет очень кстати. Ведь я совсем не представляю, что мне подойдет. Или кто... Нет. Лучше, что мне подойдет. Тогда мы можем принять ее совет. Потому что если мы вообще на съемках, где нас ждут, не представляем, кто наша героиня, это ред флаг. Так что мы не знаем, что мне подойдет. Вам подойдет любое платье из костюмерной. Стоило догадаться самой. Не считая размеров плюс сайз, конечно. Ну что ж. Фэт шейминг? Ну ладно. Вы очень добры. Вау! Комплимент! Ее назвали не толстой. Трясающе. В прошлой истории было рабство. Здесь... Понятно. Дело не во мне, а в вашей фигуре. Класс. Поговорим о фигуре теперь. Как вам удается держать форму и так хорошо выглядеть в ваши годы? Ха-ха-ха. У меня не так уж много лет. Ха. Да-да. Уши мне-то не уверите. Я про вас столько всего читала. Они очевидно нас с кем-то путают. Но мы не будем им говорить. Вы еще не одеты? Я думал, так вам больше понравится. То есть сейчас-сейчас. Джессика, проводите меня в гардеробную. Пойдемте. Костюмер подготовил для вас два наряда на выбор. Подождите. Только что я слышал, что я могу выбрать любой наряд. Теперь у меня их всего два. Прекрасно. Это либо платье для танцев, либо для прогулок. Скажите мне, что я буду играть, чтобы я понимал. Оба платья отстой на самом деле. Но, пожалуй, я выберу для танцев, наверное, лучше. Потому что в любом платье можно прогуливаться. Но не в любом можно танцевать. Так что если у нас будет платье для танцев, мы сможем и прогуливаться и танцевать. Гениально. Платье для танцев. Надеть. Спасибо. Выглядит не очень, но такое нежное. Предыдущий наряд был лучше, конечно. Но в этом платье вы похожи на невесту. Очень грустную и бедную, судя по всему. Потому что серое простое платье – это необычный выбор для невесты, должен сказать. Вы возвращаетесь на съемочную площадку. Чудесно. Вам очень идет. А теперь за дело. Надеюсь, вы помните текст. Простите, а что за фильмы мы снимаем? Вот здесь. Очень важно понять, что мы снимаемся не в порно. С другой стороны, да, конечно. Но я буду импровизировать. Ведь я офигенная актриса. Чудно. Наконец-то мы сможем приступить к съемкам. Джулия, давайте, покажите, на что вы способны. И мы вдруг реально начинаем снимать порно. Но я не Джулия. Нет, не говори. Не говори. Молчи. Молчи. Да-да, я знаю. Вы Элизабет. Героиня романа «Гордость и предупреждение». Предубеждение. Гордость и предупреждение. Осторожно. Гордость. Вы не поняли. Я все понял, милочка. Я в кино уже 20 лет. И вижу, когда герои входят в роль. Поехали. Мотор. И вот ваша первая роль. 19 век. Старинное английское поместье. Вы Элизабет Беннет. Девушка из небогатой семьи в гостях у состоятельного аристократа Дарси. Щелк. О, у нас реальная съемка. Элизабет, дорогая, не присоединитесь ли вы к нашей интеллектуальной беседе? Леди Каролайн. С удовольствием составлю вам компанию. Да. Не думаю, что наш разговор можно назвать интеллектуальным. Ну да, в целом не с таким-то галстюком. Ах, не слушайте его. Дарси слишком скромен. Но в каждой его фразе столько умных мыслей. Например, ты можешь пописать не покаков, но не можешь покакать не пописав. И какая же вам запомнилась больше всего? Кожура банана больше, чем сам банан. Ах, так сразу не вспомнишь. Э, почему наверху таймер идет? Я надеюсь, я никуда не опаздываю. И теперь во мне вот тот вот дух человека, который ломает игры, хочет выждать здесь 100 часов, чтобы посмотреть, что будет. У нас сломается игра, либо, ну, все начнется заново. Хм, или добавится сотка, не знаю. У вас есть свободных 100 часов? Я хочу посмотреть, как далеко может зайти таймер. Хотя ладно, потом сам на досуге посмотрю. Мы говорили об образовании. Именно. Я считаю, что по-настоящему образованным может считаться лишь тот, кто стоит на голову выше всех окружающих. Образованная женщина должна быть хорошо обучена музыке, пению, живописи, танцам и иностранным языкам. Как-то здесь сплошное искусство. Знаете, я думал, когда про образование говорят, имеют в виду настоящие науки. К тому же, она должна уметь вести беседу, одеваться, выражать свои мысли, иметь красивую фигуру и красивую коляску. Красивая коляска – признак хорошего образования. А также нечто менее вещественное – острый дум и насчитанность. Как интересно. Думаю, вы с Дарси разбираетесь в вопросах образования. В принципе, мы в Голливуде. Мы должны сейчас всем поддакивать. Мы на низшей ступени. Несмотря на то, что нас воспринимают за актрису, я бы, наверное… А или с другой стороны, мне кажется, женщина ничего никому не должна. Нет, мы должны понимать, где мы находимся. Англия, девятнадцатый век. Женщина равно метла по правам. Где-то так. Здесь, если что. Думаю, вы с Дарси разбираетесь в вопросах образования. О, да, мы все детство провели вместе и отлично понимаем друг друга. Но не так хорошо, как хотелось бы. Но вспомните, как вы ухаживали за мной в юности. Правда? Совсем вылетело из головы. Элизабет, а что вы сейчас читаете? Моя книга о том… А, простите? Ах, Дарси, а помните… Каролайн, я бы хотел услышать этот ответ Элли. Нет, меня почти спасли, но этот чел хочет меня добить. Я его ненавижу, это тот актер, с которым мы будем сраться изо всех сил. В этот момент Каролайн как бы случайно задевает чашку с кофе и проливает его прямо на ваше платье. А, то есть и ты сюда, стерва, я вас сейчас двоих отмутохаю. Ооо, ну все, начинаем драться. Какая шалость, Элизабет, ваше платье. Чтобы его сменить, вам придется уйти. Кроме драмы и романтики, в игре есть приключения и комедии. Всего четыре таланта. Это больше, чем три. Вот такая шокирующая информация. В королеве за 30 дней нам нужно жонглировать тремя параметрами. Здесь четырьмя. Окей. Будем отсасывать по всем четырем. Дать пощечину, пошутить в ответ, упасть в обморок или расплакаться. Мы пошутим в ответ, ведь мы готовы к этим дерзостям. Ха, что мы пошутим? Вы сложили губы в снисходительной улыбке. Не знала, что вы так застенчивы, Каролайн. Я вас не понимаю. Если вас так смущает пятно на моем платье, как же вы умудряетесь вести беседу с мужчиной? Да как вы смеете? Просто мы с Каролайн давно знакомы. Ах, тогда это все объясняет. И даже то, почему Каролайн неотступно ходит за вами, как хвостик. Милая, вам надо учиться общаться с другими мужчинами, иначе вы никогда не выйдете замуж. Это что? Это немыслимо. Я вот тоже думаю, вообще-то через комедию шли. Ладно, я уже не совсем понимаю, какой ветки мы вот так сразу придерживаемся. Мы вроде и шутим, вроде и подставляем. Непонятно. Окей, будем играть за Двуликова. Оскорбленная Каролайн вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Ах, круто, мы одни красавчик. Чем займемся? Камеры как раз включены, режиссер может сменить жанр. Простите мне мою резкость, я не хотел ее обидеть. Вы первые, кому это удалось. Ха, я победил. Накуси, выкуси. Но я не собирался. Не-не-не-не, не говори, не говори. Каждый раз, когда у тебя что-то получается, говори, что ты так и хотел. У меня так было, когда я обкакался. Но я так и хотел. Не волнуйтесь, Каролайн это заслужила. Вы так считаете? Да. И честно говоря, мне совсем не хочется сейчас думать о ней. Все мои мысли заняты вами. Да, прям под камеры. Давай, харрасмент. Мы его засудим. Режиссер, ты снимаешь? К нам тут подкатывают. Но со мной уже все в порядке. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя еще лучше. Я хочу оберегать вас. Я хочу поцеловать вас. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Но старость одной этой сценой. Поцеловать Дарси? Что? Эээ... Блин. Такое ощущение? А, слушайте, у нас же Голливуд. Разврат. Порог. Поцеловать Дарси? Конечно. Вы неждо целуете Дарси в уголок рта. В уголок рта? Я думал, ты язык ему по самое основание туда засунешь. Сначала в рот. Лиз, вы так прекрасны. Всего один ваш поцелуй подарил мне неземное блаженство. Господи, у него никогда не было женщины. Его поцеловали в уголок рта. О, Дарси, я не знаю, что на меня нашло. Он сам попросил. А, подожди, мы ответили на харассмент. Это плохо. Нет. Мы были вынуждены ответить на харассмент и приставание. Теперь это еще больше миллионов. Теперь наши дети будут с обеспеченной старостью. Идеально. Милая манья, ничего не говори. Все так, как должно быть. Ваши гулы, они и так горячи. У меня земля уходит из-под ног. Мы вот так быстро и реально начнем отдаваться в Голливуде каждому первому. Ну ладно. Приемлемо. Я люблю вас, Элизабет. И я мечтаю. Нет. Я прошу, будьте моей. А, мы же в роли. Я так жился в роль, что я живу ее. Мы же снимаем. Это нормально, наверное, в кино. Стоп. Снято. Великолепно. Правда? Это же был отстой. Ну ладно. Милочка. Вы попали с первого дубля. И какая экспрессия. Я поражен. Нас ждет успех. Хотя на стриме с вашими подсказками я бы точно засрал эту сцену. Опять же, все стримы проходят в открытую. Ссылка на них в описании. Присоединяйся. Будем проходить второй, третий сезон и Королевы за 30 дней там. Это все будет выходить в качестве видео. Я имею ввиду мою голливудскую историю. А первый сезон Королевы за 30 дней уже полностью доступен. В спонсорке и на Бусти. Это одно и то же. Там зависит от того, где тебе удобнее, что у тебя работает. Одни и те же бонусы, один и тот же контент. Так что переходи, обязательно смотри первый сезон. А мы продолжим здесь. Поздравляю! Вы были на высоте, говорит актер. Че имени мы даже, кстати, не знаем. Все, что о вас говорили в агентстве, правда. И плохое тоже. Эм, а что обо мне говорили? Вот это, кстати, молодец. Девка подкованная. Потому что перед теми так соглашаться, что все, что о ней говорили, правда. Нужно узнать, а что о ней все-таки говорили. Что вы отличная актриса и моментально входите в роль. Джулия, я безмерно рад с вами работать. Но я не Джулия. Посмотрите на нее. Она так глубоко погрузилась в рощь, что все еще считает себя Элизабет. Мы как Шайла Бафф. Знаете, который на той же съемках Ярости, играя механика во Второй мировой войне, например, не мылся. Реально вырвал себе зуб. Сделал татухи настоящие, которые в фильме были у этого механика. Шайла Бафф погружается в роль настолько, что его ненавидят все, с кем он работает. Потому что он буквально достает всех тем, что становится человеком, которого играет. То есть, без шуток, он реально становится этим человеком. Но вообще, мы тут, получается, сделали услугу некой Джулии. Нам теперь нужно пояснить, что мы не Джулия. А то, что это мы работаем на кого-то. Деньги же тоже будут перечислять по реквизитам Джулии, верно? А где сама Джулия, кстати? Ну ладно, это не важно. Голливуд сторчалась, наверное, лежит в ванне после передоза. Нет, вы не поняли. Меня зовут... В коридоре слышится быстрый стук каблуков. Джулия, понимаете? На площадке появляется помощница режиссера. А, нет, это наша мадам. Мик, приехала Джулия Рональдс. Она переодевается к съемкам. У вас все готово? Но мы только что сняли отличный эпизод. Интересно, как вам удалось это без главной актрисы? Так вот же она. Ты? Что ты здесь делаешь? Я из агентства. Место Джулии Рональдс. Нет, подожди, нам не нужен биф. Нам не нужны драки и ссоры. С другой стороны... А нам точно стоит дружить с режиссером, который в середине съемки фильма не знает, как выглядят его актеры? Нет, как я говорил, если что-то получается, мы делаем так, как будто это было специально. Я из агентства, вместо Джулии Рональдс. Ты врешь! Ты сама сказала, что приехала только сегодня. А, да, кстати, не стоило, наверное, врать единственному человеку, который знает, откуда мы и что приехали только что. Девочки, не ссорьтесь, мы во всем разберемся. Интересно, каким образом? Сейчас на площадку выйдет Джулия. Что я ей скажу? Что меня прислали вместо нее? У-у-у-у! Кого-то появились яйца, отлично! Не то, чтобы я фанат женщин с яйцами, но ладно. А что? Идея неплохая. Да вы шутите? Мик, директор студии по подбору актеров, нас засудит. Скажите, что я играла лучше Джулии. Это Голливуд. Какая разница, как вы играли? Тут важны ваши рейтинги. Бин? Даже не думайте. Шаурма должна уйти сейчас же. Нет! Нет! Шаурма не должна никуда уходить. Ну ладно. Жаль. Мне понравилось с тобой работать. Так давайте со мной работать дальше. И мне. Это была моя первая роль. Вы отыграли ее очень хорошо. Я сожалею, что так вышло. Бесхребетный режиссер. У меня яиц больше, чем у тебя. А я женщина, в конце концов. Вы покидаете съемочную площадку. На выходе из студии вас догоняет режиссер. Девушка, стойте. Да? Вы удивительно хороша для новичка. Я бы хотел пообщаться с вами в неформальной обстановке. Понятно, понятно. Готовит почву. Начинается харассмент. Пойдемте со мной завтра на вечеринку. Микаэль. Как вам не стыдно? Я не такая. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это сразу нас заблэклистит. Поэтому спасибо. Вы так добры ко мне. Надеюсь, злых помощниц режиссера туда не пригласили. Офигеть. Это был первый человек, с которым мы познакомились. Первый человек, который нам хоть что-то сказал и подсказал. И теперь мы ненавидим ее больше всего. Голливуд. Ха. Даже самые противные из них на таких вечеринках становятся лапушками. Да. Стоит всего лишь напоить. Отличный режиссер у нас. Просто потрясающий. Насколько хорошие коктейли. Ну, в смысле, настолько хорошие коктейли. Скорее, те, с кем можно эти коктейли распивать. А те, с кем можно распивать, ведут себя прилично. Конечно. Девушка, я говорю не о смазливых пареньках. Хотя их там хватает. Я говорю о крупных рыбах, с которыми вам будет полезно завести знакомство. Вот нетворкинг. Это правда. С другой стороны, слушай, это такой абстрактный режиссер, что я не удивлюсь. Это там реально просто рыбы в углу лежат. Типа три сома и хвост кита. И он такой, это крупные рыбы. Знакомьтесь. Хотя кит вроде млекопитающий. Вы поняли, что я имею в виду. Здорово. И я смогу найти работу. Возможно. Завтра на вечеринке будет один известный режиссер. И он как раз ищет актрису на главную женскую роль. Господи, как легко у Шаурмы все получается. Ей просто достается главная роль. Она просто играет у режиссера, который не знает, как выглядят его актрисы. Хотя, слушай, нам реально точно стоит дружиться с ним. Ладно. Думаете, у меня есть шанс? Он только что сказал, что ты была прекрасна. Ну ладно. Не мне решать. Но, Шаурма, сегодня вы сыграли превосходно. Я старалась. И вот еще. Я хочу вам дать немного денег. Что это за история такая? Мы приезжаем в Голливуд. Узнаем помощницу режиссера. Играем в роли вместо шикарной актрисы. Все нас любят. У нас все получается. А еще нам дают денег. А в следующей сцене нам дадут квартиру. Потому что, ну, что бы не дать дом на холмах кому-нибудь первому встречному. Ведь странное дело. В этом городе никто подобного не хотел. Приходится силой впахивать. Деньги, машины, роли. Ух, Голливуд. Так вот, немножко денег в качестве компенсации. В конце концов, сегодня вы работали актрисой. Лучший подарок для меня – ваша похвала. Тупая! Ты на что будешь жить? Деньги бери! Не спорьте! Берите деньги и готовьте к завтрашнему дню! Я бы не спорил! Тут так написано! С этими словами режиссер сунул вам пару десяток и скрылся на съемочной площадке. Эээ, погоди. Пару десяток за рабочий день? Я, конечно, немного извиняюсь. Но мы же не порно снимали, в конце концов. Вы же отправились искать наш лет. Ну, хотя эта двадцатка может пригодиться. Итак, было ли нам интересно? Да, я думаю, нам было очень интересно. Оцениваем это на пятерочку. Надеюсь, тебе тоже было интересно. Можешь оценить это лайком, если да, и подпиской, если прям совсем да. И чтобы не пропустить следующую серию, которая, я думаю, выйдет уже завтра. Вот так выглядят наши статы к концу первой серии. А это список людей, которые поддерживают канал больше всего. Ты тоже можешь оказаться в этом списке. Огромное спасибо вам, ребят. И если тебе нравятся крутые истории, то могу посоветовать один из двух этих видосов.